Собственно, я хочу спеть пару песен, которые вошли в этот многострадальный диск, потому что два с лишним, да, неотвратимо, как судьба, выгодные. Спасибо. Где-то около двух лет создавался этот диск. Мне захотелось, ну, извините, раз, 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 потише вот чуть-чуть, да? Мне захотелось, вот, я исходил из чего? Вот, например, в Аргентине в свое время аргентинские коммунисты писали коммунистические тексты и клали их на мотив аргентинского тарма. Они исходили из чего? Что вот, вроде, мелодия национальная, знакомая всем, и человек, как бы не вслушиваясь, он, да, в подкорку забивается ему, типа там, что чак-чак, брат, товарищи друг-то, что следующее поколение будет жить при коммунизме аргентинских коммунистов. Вот, и я решил этот диск сделать в условно-вероятной манере русского псевдошансона. И когда я впервые пришел с такой просьбой к аранжировщику с вами постоянно, моему другу Евгению Николаевичу Быкову, он сразу сломал себе голову и сказал, я это не могу прийти. Я сказал, надо. И вот несколько вариантов мы выбирали, выбирали, и два, около двух лет тянуло все это, наконец, появилось. Мне казалось, что человек, не знаю там, кушающий, выбивающий и слушающий расхожие ритмы шансона, Все-таки в конце концов может дернуться, например, на такой текст. Да, мы живем не очень, а очень и не надо. Картошка есть на грядке, а рыба есть в пруду. Но главное, что в Сочи столица Олимпиады, и все нам будет шастие в 14-м году. Да, осталась жизнь короче за сотни дней оградок, и в списке самых-самых мы после Катманду. Но главное, что в Сочи столица Олимпиады, и все нам будет шастие в 14-м году. Да, это, между прочим, нам дали миллиарды, и вправду через годик тихоньку прадут. Но главное, что в Сочи столица Олимпиады, и все нам будет шастие в 14-м году. Еще скажу вам точно, что наши все награды китайцам, американцам их просто не дадут. Ведь это наше счастье, столица Олимпиады, и все нам будет в Сочи в 14-м году. Пусть скептики пророчат, давно ли преграды, они не окружения и прочим, пойду. Пусть в Сочи в Сочи в Сочи в Сталице Олимпиады, и все нам будет шастие в 14-м году. Я попы тут до ночи, арать вам все не надо, но вас не буду мучить, а тихо пойду. Ну, ну, прощай, друзья мои, 3-4, у нас так хорово, сегодня получается здорово. 3-4. Сочи! Солица Олимпиады, и все нам будет шастие в 14-м году. И все нам будет в Сочи в 14-м году. Я понимаю, что, ай, может, микрофончик этот поставить, потому что я понял, что раз, что-то как-то сюда сесть, я боюсь, слезет у меня с коленки гитара. Все-таки попробуй сюда, да. Ну, а попробуй. А, нормально. Тут тоже голосовой, просто он для горских моряков. Тут Евгений Николаевич к этому рвался. Ну, попробуй сейчас так. Не уронить с крутого колена. Еще одна песня с этого диска. Одна просто специально была написана для него «Держите тормоза». Я ее не сыграю, потому что я ее не помню. Песню написать очень просто. Гораздо сложнее и понятнее, чего ты это сделал. Да, и выучить просто уже по-живому. Я честно говорю. Вот. А японская, ну, не знаю, мне нравятся японские песни тем, что там настоящие японские слова. И при случае можно там, типа, «Сайонара» сказать, да, и люди думают уже «пас». В любую страну я солнца восходящего, она пришла в мой дом и не ушла. Ведь если что есть в жизни настоящего, так и все японские дела. Хитачи-тачи-тачи-тачи-тачи-тачи-тачи-шиба-шибши-банутая-тайо-тахонда и-макай. Самые настоящие японские слова. Мало всего, я знаю. Родному автопробу вбили конь они, и серпы молоком где-то в далеке. А мы хлебаем ложками не сольно, но палочками лупим под заки. Участок суши окружен водичкою, Дискуссия, конечно, не на лад, Но я скажу вам, вы демой макичнее, Есть в мире другие острова. Люблю страну я солнца восходящего, Ведь без нее пробал я совсем, А с нею я живу по-настоящему, Смотрю и езжу, слушаю и ем. Жива, жива, жива какая! Таеота, слон, да и открой да, почему, бай, 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 бай. Бу, бай, бай, ма, гурака и сантьёк и курак и и хвост, а твой не дай бог, а тайтахун, ай да, птичью та тюр и сантьу синголку! А тинамы и пикари, бара, бара, бра, бара, 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 бра, бара, бара, бара. Таатуям и агэ-бара, бра, бара! Лучебник шансон! Раз, раз. Какая-то бочка какая-то, а. Прибери немножко бочку, а то... Дальше я потерялся, потому как из песен таящихся на этом месте больше вы ничего не услышите. И будем тянуть резину. Очень-очень-очень недавно, буквально какие-то считанные дни назад, на свет боже появилась песня... Нет, нет, нет. Вот песня, на самом деле, скажу, довольно суровая, тоже вынашивалась на какое-то определенное количество времени. Несколько человек, которые вы послушали, раз, 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 разошлись, скажем так, во мнении, но, наверное, этого я и хотел, я высказываю свое мнение. Песня посвящается как раз празднику 9 мая, великому и святому празднику, который скоро наступит. Просто я не уверен, что 9 мая мы с вами встретимся в такой хорошей теплой компании. А я хочу вас поздравить с наступающим этим праздником. Вот эта песня. 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 Большая просьба про Васю, который пел. Я понимаю, что ваши мысли, это, наверное, песня «Пой, Вася, пой», которую написал замечательный композитор Григорий Гладков. Почему бы не петь? Вася пел, почему бы не петь? Да, я знаю эти песни, но понимаете, в чем дело? Когда-то, когда-то, давным-давно, я выступал здесь, в Москве, я еще живу в Казани, и в первом отделении выступал исполнитель, а я, автор, выступал в втором отделении. И в первом отделении исполнителю пришла записка «Почему вы не поете свои песни?» И он, подлец, сказал такую красивую фразу, он сказал «Я не хочу петь чужие плохие, я хочу петь свои хорошие». Да, наоборот, я не хочу петь чужие хорошие, нет. Я не хочу петь свои плохие, я хочу петь чужие хорошие. Так вот, когда я пришел на второй отделении, мне пришла записка «Почему вы не поете чужие песни?» В данном случае замечательная песня Гриши Гладкова, это «Чужая песня». И я сказал, что я не хочу плохо петь чужие хорошие, я хочу хорошо петь свои плохие. Так что, приняйте, оправдайте, посмотрите на интернете «Почему вы не поете?» Потому что поэт Гриша Гладков придите, передайте ему от меня привет, громадный на самом деле, и услышьте эту песню. Совершенно замечательную. Так, у нашей подруги Элизы, Ирины, да? У меня есть жена и дочь Ирины. Сегодня совершенно особенный день. Я думал, совершенно случайно террорий день. Огромное прозвольство, вот ее любимую песню «Рижский вокзал». Вот, понимаете, тоже, вот прям вот я вогнался в краску сразу. «Рижский вокзал» – песня, которой Вадик Мещук написал мелодию к моим, да, текстно-стихотворным сложениям. И вот если бы я выступал сегодня с Вадимом Валерием Мещуками, мы бы обязательно спили эту песню. Я один ее просто, ну, не пою, честно скажу. Так как не пою, один песню «Муха», «Папури». Это вот только втроем, вот, ну, судите как хотите, но поймите. Что есть песни, которые поются, когда ты один держишь гитару в руках. Есть песни, которые поются, когда вот ты втроем. Когда мы с Мещуками будем выступать в «Действии глухаря», это может, может быть, где-то в декабре 2009 года. Приходите, мы обязательно спримежьте. Нет, ну просто, ребята, мы встретили, что-то, может, не вместе не выступали давно. Нового ничего нет, но народ уже и старый за год. Вот, может быть, соберемся, но сейчас пока попоем плохие, но свои. На пеку поводу западаю я, а что выглядит, а то не расспрашиваю. Я поеду в город Тверью, череда даю, я поеду простить в свете с Сашей. Да верусь я до ребят поздно вечером, на звонок не стану жать, постучу слегка. А как спросить, кто там, то отвечу я, что приехал погостить я издалека. Чтоб мотаться по земле, по небу ли, выбирался из воды, не совсем сухим. Скажет Светка, чтоб меня долго не было. Скажет Сашка, чтоб меня не хватало им. И разместимся на кухне мы маленькой, а фагасе обобьем. Экка, не ведай, на гитаре по бринчу, очень старенькой. И церквушку мы глядим, что в огне веток. Расскажу я им, во что еще верую, и прикурим от последней, от спички мы. И рассвет в отлетах нутрях прозираю, и поеду я назад электричкой. И в погоне на себя что-то в раз лежил, отпущу в окошко птицу бегом убью. И состав на повороте, замедлившись, и загнется мне на счастье под полой. И состав на повороте, замедлившись, и загнется мне на счастье под полой. Аплодисменты Золотистый зайчик Света мне безбелетная душа Забыли парцаранным окном Бесшумные бельтания предметов И лепестки счастливейших билетов Шуршат о чьем-то счастье на трагуном И лепестки счастливейших билетов Шуршат о чьем-то счастье на трагуном На остановках шум и толчья Привычный образ ждущего народа Но наш травочек не заваляет хода В вагоне только зайчик, ты и я Но наш травочек не заваляет хода В вагоне только зайчик, ты и я Пихнет в толпе знакомое лицо И растворился в жизни быстротеченной И вроде бы немного до конечной Но снова начинается кольцо И вроде бы немного до конечной Но снова начинается кольцо И снова возвращение печать Лежит на стеклах трещик паутиной И снова путь неимоверно длинный И рельсы, что никак не поменять И снова путь неимоверно длинный И рельсы, что уже не поменять И постепенно добирая ход Слегка искрящий желтенький титровалочек Придет туда, где нюклюжий мальчик Опять за три копеек и счастье ждет Придет туда, где нюклюжий мальчик Опять за три копеек и счастье ждет Паду став от одиночества Открываясь в мир и твой Не спешит твое высочество На свидание со мной Молодая да привожая Челка убрана в сапог А может, просто прохожая А может, и ты моя судьба А за замызганными оконами То закат, а то восход Сверху кто-то ножкой топает А внизу дождь идет И ни имени, ни общества Тишина его гадать И чего-то очень хочется Да и никак его гадать Наконец, моя хорошая Мы останемся вдвоем И негаданно не прошена Мы с тобою запоемся Жорчим ручьями, вешанными Переполненной души Водь святой телегрошный С душ с души души дыши Ах, как кончится пророчество Ах, как кончится слеза Возвращаюсь в одиночество Возвращаюсь я назад В неизменно-неизмерное Что ютицный труд Суверенно-суверенное Где я родился и умру А где все чьи-то ноти топают Да на закат и на восход А за замызганными оконами Там все дождь идет И ни имени, ни общества Тишина и благодать И чего-то очень хочется Да и никак не угадать И никак не угадать И никак не угадать И никак не угадать К друзьям приеду вечерком К таким же старикам Отбросив в сторону клюку Скажу о лете старику Я вновь вернулся к вам И мы немного посидим В глаза друг другу поглядим И первый час пройдет Потом немножечко нальем Потом тихонечко споем И первый день пройдет Мы будем спорить и кричать Ругаться и перевивать Как много лет назад Мы вспомним тех, кто не пришел И с кем нам было хорошо И воды пролетят И пронесутся день за днем Мы всех ушедших подождем И встанем на крыло Он будет полным этот клик Где каждый в сумерках один А вместе все спекло И то, что было не с руки И то, что все мы старики Он растает словно дым И пролетая зимний лес Помашен крыльями с небес Таким же молодым Когда я стану стану И пролетая зимний лес Помашен крыльями с небес Таким же молодым Когда я стану стану рекордом Аплодисменты Аплодисменты Так, целый пустодавец Горе Речка-море – это тоже песня, как говорится, определенного состава. Баз-балалайка нужна. Скажите, пожалуйста, как называется песня? Просто птички сослуждаются. Как называется песня? Я что-то... Дмитрий Аполлович, глазки молодые. Не знаю. Прочитай. Я пакетик мою-мою. Птички называется «не». Я пакетик мою-мою. Что за кухня? Ну, это жертвоприношение, музыкальная жертвоприношение шлюпки номер пять. Бывает. Я ведь тысяч лет не пел? Да ладно. Честно. Ну, две. Да ладно. Позыграете? Да помню мотивчик, будто я помню. Это, в общем, был такой период в жизни, момент, когда я и моя семья и еще человек 350 чуть не утонули. Так и не доплыли до Исландии, когда попали в девятибальный шторм на пароходе, который, я гордо говорю, в списке 100 круизных судов российских занимает почетное 102-е место. Да, сейчас смешно, а у нас моторы встали. И просто уже, да, просто уже, да, закрощая жизнь. Вы вспомнили бы щелкунчик, вспомнили. В общем, рассказываю эту историю вкратце очень. Оказывается, вот я, моя дочка и жена были прикреплены к шлюпке номер пять. Когда я долго бродил по пароходу, я начинал четыре шлюпка. Может быть, пятая была на туна и таилась где-то в очереди. Вот, а еще там, значит, в культурной программе были Валентина Толкунова, который там пытался праздновать свой юбилей, но укачал в сервис. Вот, солист московской опереты Валера Исляйкин прославился тем, вот, перед лицом смерти у каждого человека проявляется что-то свое. Он и палубный матрос Ваня, а палубному матросу Ване было все равно. Тоним, нет, тоним, нет, он все время был в таком веселом состоянии, что уравнивало его с водной стихией. И они решили пересчитать все огнетушители на сумме. Ну, знаете, психически мы сосчитаем, типа, ну, а как же, вместо спасательного круга бросали огнетушители все глаза? Вот, и они сосчитали, и они достали всех. Из моторного отсека им дали уже гидранты. Ну, они сосчитали. А когда было совсем плохо уже, все уходили ночевать и спать. Ну, салон, он на корме находится повыше, и там люди в одеялах сидели, прощаясь со всех остальных, Потому что несколько сот этих капельтовых было что до дна, что в сторону. Я написал такое. Закрустила грустная шторма. Говорит, давай пойдем в рейк-явик. Я в ответ ей, может, все же подавал. А она в ответ мне эта селями. На ИСУ. Там все с лальцами мой, ох, почудим. Я в ответ ей, вон, и с ляйки на ИСУ. Может, вместе с ним и здесь почудим. А волна четыре была, пять, шесть, семь. Ух, как чало задолбало, блин, совсем. Я ее носом и кормою бьет и бьет. Я пакетку попью. И вперед. Я лежу и вспоминаю про мать. Рядом грусть смотреть желает меня. Говорит, что шлюпка с номером пять. Ждет меня с сухим бойком на три дня. Я в ответ ей достаю спас-жилет. Надеваю, как учил капитан. Хоть нужды пока в жилете и нет. А все ж спокойней плыть по этим местам. А волна четыре была, пять, шесть, семь. Ух, как чало задолбало, блин, совсем. Я ее носом и кормою бьет и бьет. Сейчас пакетик свой помою. И вперед. Грусть моя, что-то там про борьбу. Мол, что-то ты, приятель, раскис. Я в ответ ей еще как дам тебе по лгу. Не давай, пали сама в свою бису. В муссалон пойду и лягу там спать. И присниться близкий берег реки. Ах, ты шлюпочка моя, номер пять. Ах, ромни, родная, из береги. Ах, ты шлюпочка моя, номер пять. 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 Это о пользе пеших прогулок. Дорогой любимый Леонид, я дальше не буду. Уже так хорошо. И все же, счастье успехи. Спасибо за те слова. Так что можно не ждать 14-й год. Знаете, в 1909-м тоже говорили, давайте не будем ждать 14-й год. Дальше, дай мне, господин. Я, конечно, не провожу исторические аналогии, ни в коем случае. Скоте у вас. Скоте у вас и для полного счастья на Бекову туза. Ой, как хорошо, что уже спели, для полного счастья наступило. Так все в этой жизни просто. Еще бы с кризисом разобраться. Я объединил два понятия. Слиной кризис, короче. Дорогой Леонид, я без любимого почему-то. Как-то типа мы по нисходящей идем, да? Нет, тут тоже что-то про радость. Спасибо. Ну, 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 про вас, Евгений Николаевич. Ну, спасибо замечательному вокалисту Евгению Быкову. Дмитрий Леонидович, да. Спойте, пожалуйста, песню Беларуси. Ага. Спасибо. Спасибо. Да, мне тоже нравится эта песня. Леонид Александрович, ну, сухо так коротко, Леонид Александрович. Там, дорогой любимый, дорогой Леонид Александрович. В этой записке будет «Э». А, это я уже читал «Речка-море». Это тоже «Э» читал. Это тоже «Э» читал. Журнальчик Даритич. Это журнальчик Даритич. Да, письмо. Это журнальчик обласил. Который день погода хмурится И лупит каплями дождя. А старшина опять волнуется, Мол, снова лежа спать нельзя. А мы, забытые богом Пруссии, Сидим два месяца бодряк. И по ночам про Белоруссию Поет мальчишечка комбат. Здесь звёзды красные, зелёные. То снизу вверх, то сверху вниз. Здесь все становятся влюблёнными В одну и ту же дару в жизнь. И мы, забытые богом Пруссии, Её ловили на прицел. А наш комбат из Белоруссии С ней объясниться не успел. Опять погода что-то мается, И сыплет давлением дождя. А старшина в чёртых райцах, Мол, снова лёжа спать нельзя. А мы, забытые богом Пруссии, Живём два месяца бодряк. И по ночам про степи русские Поёт другой уже комбат. Аплодисменты. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ На горе, на горочке, Стоит колокол пленок, А с неё по полюшку Лупит полемён, И лежит над полюшкой Сапогами в солнышко, С раз такой-то матерью Наш геройский взвод. Мы землицу ладаем, С куренными плацами, Пули, как воробушки, Плещутся в пыли. Дмитрия Дорогова, Да сержанта Мохова, Эти вот воробушки Взяли-то нашли. Тут старшой крупенника Говорит мне тоненько, Чтоб я принял смертушку За честной народ, Чтоб он на колоколе-маке Захлебнулся крошкой, Раз такой разыли этот сукин кот. Я к своей винтовочке Крепко штык приложил, За сапог засовывал Старики на ган. Славу третьей степени, Да медаль отваживаю, С левой клал стороншки Глубоко в карман. Мне сухарик потали, Мне чинарик бросили, Мне старшой крупенников Фляжку обрастал. Я не испробовал, Вспомнил матку родную, Да пополю родную, Быстро побежал. А на колоколе-маке Сухин кот занервничал, Стал меня выцеливать, Чтоб наверняка. Да видать, цариночка, Малая песчиночка, В глаз попало люто, Дёрнулась рука, Петли только вырвел, Да упал за камушек, Чтоб подумал, вражина, Будто зацепил. Да он, видать, был стрелян, Сразу не поверил мне, И по камню камушку Длинно засадил. Да, видно, не судьба была, Пули мне подпробовать, Сам старшой крупенников Встал, как на барад. Сразу с колоколы, Нутки, Веселая, Чирикая, Вгрупп слетели паташечки, Бросили назад. Сразу с колоколы, Нутки, Весела, Чирикая, Вгрупп слетели паташечки, Бросили назад. Горочки, пригорочки, башня, колокол, блинки Что кому назначено, чей теперь черед Рана не зажитая, память неубитая Солнышко, да полюшко, да геройский взвод Рана не зажитая, память неубитая Солнышко, да полюшко, да геройский взвод АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Старый Бахин на реке, ночь уже невдалеке Ты засинешь в своих волонах Буду я плутать в Потимак Да не дай Бог на топлен ветер бросит Ты засинешь в своих ванах, буду я плутать в мотивах, да не дай, натопляет ветер врусит. Старый бакен, как часы, усмехается в усы, и расчесывает их гребнем вовле. Как последний солнца луч не вернется из-за туч, вот тогда зажгу огонь, свечки полка. Как последний солнца луч не вернется из-за туч, вот тогда зажгу огонь, свечки полка. На реке огонь горит, на барже ватро стоит, я вошу ее в руку, словно в детство. И баржа прошла уже, и спокойно на душе. Мать, не гаси огонь, дай покориться. И баржа прошла уже, и спокойно на душе. Мать, не гаси огонь, дай покориться. 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 Дай покориться. Мать, не гаси огонь, дай покориться. Мать, не гаси огонь, дай покориться. Пиво. Мать, не гаси огонь, дай покориться. Мать, не гаси огонь. Ну что ж не споешь? Я знаю, прости. Слышал, да. Понимаете, чем старше песня, тем труднее ее петь в каком плане? Потому что, поскольку с каждой песней сопряжены какие-то безусловные переживания, какие-то события, то сначала надо вернуться памятью туда, как бы влезть в эту историю, в это проживание. Тогда песня придет сама, а там может оказаться настолько лучшая часть здесь, что можно таки и не вернуться, понимаете? Поэтому, не знаю, я вынашиваю такие планы, мечты, когда начинаем сделать такой ретро-концерт, что вспомнить песню, я пытался это сделать с программой «Алфавит», когда два мои покинули меня и эмигрировали в Америку дней на 30. Вот я тогда сделал программу «Алфавит», где расположил песни по алфавиту, и вот там я вспомнил песни, не знаю, в 68-го, 80-го года. Может еще придется, покопаться в памяти. А пока все-таки с моим хором все-таки родни. Потому что, я не знаю, сколько времени мы сегодня с вами провели вместе, но какие-то ниточки вот они протянулись, и даже пройдя через этих птичек все-таки не знаю, сколько времени мы сегодня снять. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. О чем он не говорит, позабыв свои обиды. В прежней суток дня приглашают горды виды на экскурсию в меня. А где тот я? Где песня моя? Она о том, что где-то дом Тому огня сидит родня, Сидит родня и живет меня. Тому огня сидит родня, Сидит родня и живет меня. Дважды два всегда четыре, Хоть умножить, хоть сложить. Есть надежда в этом мире, Значит, будем в мире жить. Но пока в душе тревога и не виден поворот, Продолжается дорога от заката на восход. И будет дождь, и будет снег, И будет тень, и будет век. Но знаю я, что у огня Сидит родня, Сидит родня и живет меня. Но знаю я, что у огня Сидит родня и живет меня. Сидит родня и живет Но ровно через месяц, 30 мая, Дмитрий Зевский Дмитрий Зевский